Продолжение следует... 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 в белом таком вот режиме, да, то есть вы не сможете флагаться, то я не знаю, на что это на самом деле особо повлияет. Напишите в комментариях, что вы думаете касательно этого изменения, но все равно видно, что они пытаются работать над фракционной системой, и к чему это в итоге приведет, я думаю, что мы будем узнавать от патча к патчу. Также нас ждут изменения по улучшению интерфейса поиска группы. Это система LFR, которая была добавлена летом. Они будут постоянно ее дорабатывать, и теперь игроки могут видеть количество активных лобби в ту или иную экспедицию во время всплывающей подсказки на карте, видимо, когда ты будешь наводить курсорчиком на ту или иную экспедицию. Также нам интересно изменения осад, и разработчики продолжают душить гильдии, которые используют твинка-кланы и твинка-гильдии для того, чтобы принимать участие в сражениях сразу в нескольких осадах. Многие сейчас создают из гильдии какие-то несколько составов, которые в итоге позволяют переходить из одного в другой, и в итоге одни и те же игроки у нас участвуют в осадах за каждую свою территорию. Получается так, что 50 сильнейших ребят на сервере регулярно выступают на всех осадах, и другие не могут в них побывать. Поэтому у нас теперь есть дневной лимит войны. У игроков будет ограничение в одну оборонительную войну, и одну атакующую войну на мир сбрасывается ежедневно в 5 утра по серверному времени, и эти ограничения будут применяться к всем персонажам на аккаунте. Поэтому если вы даже захотите как-то задоджить этот эффект, вам придется купить еще один аккаунт в Стиме, купить на нем игру. Да, можно, конечно, заморочиться и так сделать, но чем больше палок в колеса им вставляют разработчики, тем тяжелее это реализовывать, тем меньше этим будут заниматься ребята. Понятное дело, что у некоторых на аккаунте есть там твинки, по несколько персонажей, это все ясно, но купить новый акк, особенно учитывая, что у европейцев, да, у американцев игра стоит по 50 долларов, я думаю, что это быстренько надоест. Компании-участники будут иметь ограниченное количество наемников, которых они могут завербовать. И здесь будут новые показатели касательно того, сколько людей должно быть из вашей гильдии, сколько игроков вы можете взять извне, то есть вашей фракции и так далее. То есть теперь не получится взять, допустим, 5 игроков из своей гильдии, а остальных набрать из каких-то наемников, которых вы позвали, просто за вас впрячься. Определенное количество процента владельцев территории, точнее тех, кто атакует либо защищается, должно состоять из сагильдийцев одного и того же гильдии. Надеюсь, понятно объяснил. И помимо этого, время перезарядки и переключения между гильдиями повышены до 72 часов. То есть если игрок хочет выйти из гильдии и вступить в другую гильдию, чтобы, например, выступить за них на осаде после выхода из гильдии, он получает штраф на 72 часа и не сможет вступить в другую гильдию. Это интересно. Это позволит как можно большему количеству игроков участвовать в осадах и немножко подушит вот этих вот хитрых ребят, которые в один состав пытаются держать всю карту в одном цвете фракции и перекрашивать ее под свои знамена. Это совершенно точно негативно скажется на такой тактике и придется уже выбирать, какие города ты действительно можешь держать своим составом. Ну что ж, ребятки, это все важные изменения грядущего патча на ПТР. Завтра, 27 октября, в 8 часов вечера, каждый из нас сможет посмотреть на новые изменения, которые я озвучил в этом ролике. Напишите, что вы думаете о следующем обновлении, а также не забывайте передать лайк за проезд и подписаться на канал. Приходите на стримы, совсем скоро у нас старт фреш серверов. Подпишитесь на Телеграм, чтобы не пропустить важные новости. Пока, ребята. Увидимся.